Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Второзаконие» и сегодня обратим наше внимание на 30-ю главу. Начиная с 5 стихов 30-го главы, начиная с 10-го стиха. Если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книги закона, если обратишься ко Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя, и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к Тебе слово сие, оно в устах Твоих и в сердце Твоем, чтобы исполнять его. Вот, я сегодня предложил Тебе жизнь и добро, смерть и зло. Заповеди, о которых мы говорили, и множество других, о которых мы не говорили, но они написаны в книге «Вдорозаконие», и я взял только самые, ну скажем, сливки, то есть те заповеди, которые очевидным образом нарушаются часто, и никто не обращает на это внимания, потому что не знает, что это именно нарушение заповеди. Не обращает на это внимания. То есть просто человек ведет себя, как привык себя вести, не зная, что он неожиданно вступает в противоречие с Божьим законом и обрекает себя на определенные трудности, скорби, болезни, страдания, ибо отверг жизнь и избрал зло и смерть. Вот, а вообще-то заповедей много в книге «Вдорозаконие», и моя задача была просто, чтобы люди обратили внимание на эту книгу и сели бы сначала ее, прочитали сами, желательно бы с карандашом в руке, а то и с ручкой, чтобы выписать это где-то себе. А можно купить эту книгу в каком-то маленьком формате, есть такие издания, книга «Вдорозаконие», и периодически заглядывать туда, потому что она не о высоких вещах, нет, я не говорил о высоких вещах, я ничего не говорил о молитве Иисусовой, о том, как стяжать благодать Святаго Духа, ничего не говорил о том, как познается и отличается истинная благодать от ложных переживаний, называемых благодатью. Вот, я ничего не говорил о, собственно, духовных вещах, явлениях, богообщениях. Это просто человеческие вещи. Я мог бы их говорить в Уругвайе, в Америке, в Китае, в Судане, в Саудовской Аравии, или где-нибудь в Соединенных Штатах Микронезии. Вот, ничего бы не изменилось, если, зная я тот язык, или они, зная, мой, они бы однозначно это приняли, потому что это общечеловеческие вещи. И вот эти общечеловеческие вещи, эти заповеди, прописанные в книге Второзакония, они не сложны, они не запредельны. Их исполняли и исполняют многие народы, исполняли в прошлой эпохе, как, например, в книге пророка Иеремии приводится сюжет с неким народцем маленьким, называемым Риховиты, которые исполняли заповеди своих предков, и Бог ставит их в пример, этот народец маленький. И говорит, что никогда я не забуду этого народа, и всегда там будет человек, которого я буду слушать, в его ходатайствах за народ, потому что они хранят вот эти естественные пределы, естественного закона. Исполняют их и сейчас за пределами, скажем, христианства, распространения христианства. Почему? Потому что каждый человек и все люди на этой земле, они просвещаются светом. Как говорит об этом первая глава Евангелия от Иоанна, «Был свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир». Закон Божий, вот этот вот естественный закон, он всегда непоколебимо присутствует в сердце человека. Но мы родились в дурную эпоху, и нас не учили прислушиваться и строить свои отношения на основании этого естественного закона, который у каждого в сердце нас записан. Нет, нас просто не учили его слушать. Нас всячески учили им принабрегать. Но всегда говорили, что для того, чтобы жить счастливо и хорошо, надо нарушать естественный закон. Надо нарушать законы дружбы, надо бросать детей, жен, надо не слушаться мужей, надо презирать родителей, надо делать то, что хочешь, надо обманывать, клеветать, выкручиваться, убивать, чтобы зацепиться в этой жизни. Как же еще иначе? Жить-то в ней как не так. И, конечно, мы, к сожалению, нашему поверили, что это так. И стали жить хуже, чем жили. Потому что мы выбрали не жизнь и добро, а смерть и зло. Поэтому зла и лжи стало больше. Потому что мы сознательно их выбрали. А нужно вернуться к тому самому закону, который во второзаконии просто записан. А вообще-то он до этого записан в сердце каждого человека. У каждого внутри, как пишет об этом замечательно апостол Павел в послании к римлянам во второй главе. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона, праведны пред Богом, но исполнители закона, оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, по естеству, законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот этот закон в сердце есть у каждого человека. И об этом говорит книга «Второзаконие», что не надо этих заповедей искать за морем или на небесах. На небесах есть заповеди. Они принесены на Христом, и это совсем другое дело. А эти заповеди, они есть у нас в сердце. Это можно сделать, можно исполнить, если просто действительно исполнять то, что находится в сердце, в том, в той части, где свет нашего сердца еще не мерк, не погас. До конца, наверное, нет сердца, в котором бы свет этот погас совершенно. Ибо мы свидетельствуем и учим о том, что образ Божий в человеке уничтожить совершенно нельзя. И даже человек, сегодня предающийся самому отвратительному злу, он может завтра превратиться в источник света, потому что этот свет все-таки остался в его сердце. И эту каплю света и огня можно раздуть в пламя, которым сгорит вся кленная, ничтожная, грешная жизнь человека, как мы то видим в жизни Марии Египетской. Но вот это свет, первоначальный свет человеческого сердца, первоначальная благодать правды человеческого добра является условием для прихода благодати Христовой. Как о том написано в прологе Евангелия от Иоанна, в первой главе благодать пришла на благодать. Или по-церковно-славянски «Благодать вас благодать». То есть, когда на благодать естественного закона, естественной правды, естественных из сердца строимых отношений человека к человеку легла благодать Иисуса Христа. И вот это основа, когда человек научился жить по правде, научился миловать и прощать долги людям, научился находить ослов и держать их до обретения хозяев, научился помогать людям на дороге, научился заботиться о сироте и отдавать плату наемнику. Он никогда не говорит слов против своих родителей, и всегда мужчина отвечает за свою семью, не позволяя себе бросить никого в беде, а жены всегда слушают своих мужей, ибо как можно не слушать того, кто жизнь кладет за свою семью. Это тот, кто помнит о благодеяниях Божьих, как помнит о благодеяниях человеческих. Вот этот человек готов к тому, чтобы принять благовестие Христов. Именно такими были первые иудеи, которые приняли весть о Христе. Такими чаще всего были первые язычники, которые слушали закон, хотя и не становились иудеями по плоти, но слушали закон, потому что видели в нем чаяние своего собственного сердца, и свет их сердец откликался на тот свет, который изливался из закона. Божьего. И этот естественный наш, правда наша естественная является нужным, необходимым, важным фундаментом для того, чтобы слово благовестия, слово Евангелия и сошествие Святаго Духа раскрыли, расцветили все наше естественное благодатное состояние, легла бы благодать на благодать, такие, как Корнилий Сотник, или такие, как Иоанн Богослов, или такие, как апостол Павел, которые никогда не согрешали против естественного закона, даже находясь еще до той поры, когда стали христианами, но можно и по-другому, и такой путь на самом деле бывает гораздо чаще, когда грешник, грешник, не знающий этой первой благодати, никогда не соблюдающий никаких правил естественного закона, рассорившийся со всеми друзьями, наплевавший в души благодетелям, бросивший детей и жену и родину, всех предавший, над всеми посмеявшийся, со всеми рассорившийся, человек ничтожный и никчемный, но может прийти ко Христу, может, но Христос, когда этот человек придет к Нему, Он научит его и приобщит к этой правде, потому что Христос и есть всякая правда, и естественная, и сверхъестественная, и правда первоначального закона, и правда благодати. Христос научит такого человека любви и послушанию, примирит его с родителями и с друзьями, научит его мужеству и ответственности, вернет его к семье, к жене и к детям, хотя бы сердцем, он исправит и изменит, переплавит и все естество человека в благодатном присутствии Христа изменится, потому что любовь, которую дает Христос, и есть исполнение закона. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok